артур смотри вот это реальные крутые пушки которые делаются кастом нам по заказу night half кастом из аризоны ни одного толеранса все давайте переобъяснять что в них кастом они сами все делают или заводят дома нет они делают все сами и их принцип что один пистолет делает полностью один оружейник ожидания от 15 месяцев на каждый пистолет потому что это штучная работа и каждый пистолет уникален потому что его делает делает человек это неповторимо давай по цене и в чем именно в чем его на прикол точность плавность плавность во первых здесь никаких нет толерансов каждая модель уникальна как уже сказал я штучная покрытие титан нитрит плавающий ствол металлическая мушка спуск предохранитель спуск порядка килограмма вам несмотря на сколько короткий ресет у него и ты можешь делать повторно вот моя любимая модель смотрю данная модель обладает 5-дюймовым стволом уже встроенным компенсатором модель 2011 сент-хав то есть у нее будет двухрядный магазин калибр 9 на 19 миллиметров квалитетный 3 джеконовский прицел коллиматорный прицел до каждый пистолет не повторим только послушать как он работает насколько плавно здесь все двигается двумя пальчиками раз чувствует данная модель насколько я сейчас узнал 5000 долларов плюс доставка и плюс ожидания 15 месяцев смотри сейчас я подставлю он лучше алиэн нет это абсолютно разные пистолеты но по качеству они одинаково хорошо представь у тебя есть петлю ли ты не могу ты не можешь алиэн или на вот эту красоту так как у меня два алиэна следующую петель и потрачу на него ни одного пистолета у тебя есть 5 тысяч который ты должен потратить на пистолет я потратил меня здесь это самое я уже ты же знаешь что я сегодня выпил я потрачу на алиэн понятно понятно ты не показываешь какой-то барахло давай дальше посмотрим я пошутил на самом деле пистолеты здесь как музей реальный для повседневного ношения модель три с половиной дюйма ствол 9 на 19 единственный минус у него однорядный магазин на 8 патронов плюс один стволе всего лишь 9 до макаров красота наконец-то наконец-то я что наконец-то я инструктору сергею это же модель ну похоже на этот только у него однорядный магазин 1911 классика не 2011 хорошо скажи пожалуйста они придумывают с нуля свои стволы или берут за основу какой-нибудь там ну общеизвестный пистолет на прыгну но они берут общеизвестный за основу поле 1911 но при этом делают совершенно его особенно да покажи мне револьвер о этом револьверах я знаю мало потому что небольшой любитель револьверов но это фирма корт немецкая разные калибры в основном используется для спортивной стрельбы в псц их используют то же самое штучная работа все сделано очень качественно вот эта модель у нас под калибр 357 magnum больше всем не нравится замок смотри как четко все двигается очень удобная система у тебя сразу же под большим пальцем заряжаешь что это за извращение скажи мне нужно здесь они поставили оптику леопольт на его на револьвер до чем прикол в чем прикол в нашей стране это запрещено но в некоторых странах разрешено охотиться с ручным оружием 460 смеси инвесен огромный калибр в принципе ты можешь с него убить лося сразу же одним выстрелом не сумею стрелять с оптикой тебе легко целиться до какой-то калибра очень тяжелая пуля она летит не по большой траектории не дугой она летит относительно прямо и на 200 метров с этого ручного оружия влася будет не вопрос мне кажется попасть в реальной жизни он не имеет никакого применения только для охоты как насчет селф-дефенса на 200 метров но это абсурдно суши я думаю на этом все о подождите смотри там как охлама ганса дроза сать бать копать что же они делают а это похоже на 100 лет независимости финляндии блин это реально там на 100 процентов дамаская сталь пистолет из дамаска револьверы а в чем море вот ты мне и вернул а а а а револьвера самая стремная это назвать спусковой крючок курком он поймёт он нажал на крок твои деньги жми курок я его жму а он не стреляет спасибо сережа давай еще куда-нибудь сходим пойдем пиво попьем ну ладно пойдем скажи всем типа пока там все такое всем пока до стресса Да, еще скажи, что Лауго Армс лучше и больше. Сейчас, погоди, покажи. Сережа, покажи меня. Короче, я когда в этой футболке сегодня пришел Лауго Армс, они посмотрели на меня, мы с Сергеем хотели сделать обзор, они посмотрели на меня и дали мне свою футболку и попросили переодеться. Ладно, хорошо, пойдем пить пиво, отлично, и его полусты. Блин, ну клево на самом деле, правда? Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!